Что интересно, вообще, вот стереотип такой есть и в Баку, и в Тбилиси, значит, бакинцы думают, что в Тбилиси люди точно такие же, как в Баку, а в Тбилиси думают, что в Баку точно такие же, как в Тбилиси. А оказывается, совершенно разные они, и совершенно разный менталитет, совершенно разные взгляды на жизнь, вообще, и так далее, там, и подобное. Я не знаю, что хорошо, что плохо, просто разные, и, значит, насчет архитектуры, значит, в Баку более такая архитектура солидная, чем в Тбилиси, более классический стиль, там, ампир и так далее, дома каменные, и, значит, ну, какие-то есть районы, похожие на Лондон, на Мадрид и так далее. Ну, Тбилиси совсем другое, во-первых, Тбилиси вообще не похож на нормальный город, потому что он в горах расположен, и там нет вот этой сетки уличной, улицы перпендикулярно друг другу, они там под углом, там, не перекресток, а три улицы, значит, там, какие-то другие светофоры. Я недавно узнал, совершенно случайно, я не знал, что, оказывается, Тбилиси является одним из мировых центров арт-нуво, то есть модерна, и немножко удивился, потому что, ну, в Тбилиси есть старый город, есть очень много интересных, вообще, Тбилиси очень колоритный город, но я не думал. А потом, оказывается, значит, это действительно так, и вот я стал ходить, обращать внимание, там очень много интересных домов в модернистском стиле. Но они не так видны, как в Баку, потому что там все-таки структура города несколько иная, и некоторые вещи не видны просто в ляду, потому что в Тбилиси в первую очередь бросается рельеф в глаза, а в Баку, в первую очередь, именно бросаются вот эти улицы в таком стиле, я даже не знаю, это неоклассицизм или это ампир, я не знаю, ну, такой викторианский стиль, я не знаю. Но, значит, и, естественно, бухта тоже имеет очень большое значение. Вот эти точки в Баку, откуда можно посмотреть на, значит, город, это очень интересно, очень уникально, я считаю. Есть очень уникальные дома, очень красивые дома, и, значит, как дома, так и общественные здания, там, оперный театр, там, и так далее. Ну, я не имею в виду, что оперный театр, там, лучшее здание в Баку, просто интересное здание. Очень хорошая акустика, то есть считалось, что, значит, как пример решения этого самого использования удачной акустики в здании Бакинского первого. Ну, потом, по-моему, когда уже в советское время, там, делали ремонт, значит, там все испортили, конечно, как это всегда в Советском Союзе сделали, что-то там, значит, поломали, что-то там, значит, этот, и уже там такой акустики вроде нету, как было раньше. Ну, неважно. Вот. А в Тбилиси, кстати, оперный театр вообще в таком непонятном мавританском стиле, почему он в таком стиле, никто не знает в Тбилиси. Вот. Ну, в Тбилиси есть очень старые здания, то есть есть там, например, церкви, некоторые прямо в Тбилиси находятся, которые построены в пятом веке, в шестом веке, потому что Тбилиси был основан в пятом веке. И, значит, ну, соответственно, начали строить. В Баку таких старых зданий нет, но в Баку есть вот уникальный вот этот Ичари Шайер, который входит там в мировое наследие, что-то ЮНЕСКО, там есть этот список мирового наследия, вот этот Ичари Шайер, он, по-моему, я точно не знаю, по-моему, он туда входит. Тбилиси центр, центральная часть тоже, по-моему, входила в этот список, но потом, по-моему, какое-то время его исключили, когда там что-то не то делали, тоже в советское время, там что-то рушили и так далее. Но сейчас, наверное, включат обратно, потому что сейчас Тбилиси очень строго со строительством, в каждом районе своя этажность, нельзя превышать и так далее, и тому подобное. Ну, я не знаю, это надо приехать, посмотреть, кто-нибудь, кто не знает, значит, Баку очень красивый город, Белиси тоже очень интересный город. Я очень люблю просто гулять и смотреть, наслаждаться видами в обоих этих городах, просто смотреть, какие здания, какие открываются виды, перспективы, очень красивые два города. Играет музыка Играет музыка Играет музыка Многие очень часто ностальгируют, вот Баку, Бакинцы, такой город, так, город, так. Ну, город был, конечно, на мой взгляд, интересный, архитектура, люди, но всегда на местах были проблемы, там, обязательно где-то кто-то там пристанет, подколет какие-то проблемы. Ну, в основном, эти проблемы были с Азербайджанно-язычными, я не знаю, вот как-то был. Обязательно там на бульваре могли пристать или же там в городе. Были, конечно, неприятные моменты. Вот сейчас, конечно, все по-другому. Очень много народу уехало, русских, армян, евреев, да и бакинцев, азербайджанцев много. Вот, Касум, Касум, Камил, дядь Тофик, вот, и сейчас уже, как бы, чаша весов перевесила в сторону азербайджанской, азербайджано-язычных. Вот, ну, не знаю, понастроили новостроек, впихивают новостройку между двумя архитектурными домами, в общем, произвол, вытаскивание балконов на 10 метров вперед, вырубают деревья. В общем, безобразие. Нормальному человеку тяжело это все видеть. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok